всем привет девочки привет всем кто присоединяется к прямому эфиру немножко задержалась не слетел пароль пришлось заново подключаться и так сегодня я для вас провожу прямой эфир меня зовут юлия фроловой я являюсь мастером маникюра топ мастером а также инструктором по дизайну и моделированию ногтей также nail блогером и так я вам покажу сегодня прямой эфир вернее в прямом эфире покажу вам дизайна с новыми декорациями с новогодними вот такими классными и стильными номер 122 123 nail dress из коллекции burn out будем совмещать эту коллекцию с вот этими слайдерами ну и конечно же ой и конечно же добавим еще некоторые элементы я думаю прорисовку добавим небольшую и возможно стемпинг и тут кое-что задумала пока готовилась к эфиру и так с чего начнем начнем с того что будем смотреть на что мы хотим взять из наших слайдеров мне очень мне вообще здесь кстати все нравятся элементы очень красивые очень стильные можно прям найти несколько вариантов очень классных маникюров придумать и так наверное знаете с какого начнем давайте начнем вот с этого здесь я хочу поработать еще со стемпингом и взять несколько вариантов вот с этой вот с этого nail dress мне очень нравится вот эта надпись с таким дедом морозом очень нравится здесь слайдеры надписи вообще очень очень классный слайдер кстати их можно еще объединять можно добавлять вот эту машинку например вот но объединить можно потому что они очень сочетаются хорошо друг с другом здравствуйте девочки здравствуйте всех приветствую в прямом эфире ну и давайте начнем сейчас по ходу дела будем разбираться тоже мне всегда задумка 1 но в итоге получается что-то немножечко другое всегда импровизирую итак для начала я вырежу элементы некоторые которые мне здесь будут нужны дизайне было бы конечно скучно если бы я просто использовала эти декорации и больше ничего поэтому я решила добавить еще сюда шермикончики я думаю вот такие золотые линии отлично подойдут шермикончики и возможно возможно добавим вот такие слайдеры может быть у кого-то есть еще такие в наличии можно кстати с темпингом сделать можно просто нарисовать но вязаные элементы в зимних дизайнах они всегда приветствуются всегда имеют место быть и всегда это смотрится очень даже неплохо а вот сюда я хотела это добавить все тогда сейчас я вложу в одну пучку чтобы они мне не мешали и вот эти тоже сюда же можно кстати использовать и золотые лунул и даже в дизайне тоже будет прикольно смотреться так сейчас сейчас поэкспериментируем так мы с вами сейчас будем делать наверное несколько типс одновременно чтобы сэкономить время чтобы работать параллельно и успеть сделать две композиции кстати композицию именно создавать это очень классный прием для ваших клиентов это сильно экономит вам время так как вы уже сделали этот дизайн вы уже проработали эту композицию вы знаете что вам нужно взять чтобы ее сделать поэтому у вас будет получаться довольно быстро так возьмем наверное вот такого классного санту деда мороза называйте его как хотите смысл от этого не поменяется один такой элемент так что мне еще нравится мне нравится здесь смотрите так как у нас будет надпись из таких букв да вот прямых можно добавить например наверное вот такую надпись да сейчас посмотрим а вот эту с леопардом мне хочется очень добавить так это будет наверное белый фон скорее всего белый так как у нас здесь с вами будет красный бежевый и белый мы объединим будет очень интересно все это смотреться так что еще что еще можно что еще нужно давайте пока наверное вот эти две надписи доставим еще можно вот такую добавить но у нас здесь один дед мороз есть 2 давайте народ эти елочки думаю не прям отлично подойдут можно было бы еще конечно добавить третий цвет это зеленый но нет я думаю чтобы не перебарщивать можно оставить и так но так как здесь есть у нас зеленые оттенки и на том слайдер и на другом то есть зеленый тоже может использоваться и будет это тоже круто смотреться и так давайте наверное начнем 100 стемпинга смотрите чтобы сделать стемпинг мы смотрим какой оттенок у нас здесь есть у нас здесь идет такой светло-бежевый оттенок так как у нас будет красный и белый то я думаю что будет хорошо взять именно вот такой светло-бежевый оттенок под стемпинг я подготовила вот такой гель-лак это из коллекции шанель куку оттенок он прям вот очень хорошо подходит но вы знаете можно взять любой любой абсолютно подходящий что-то один типс был с леопардом потому что здесь есть леопардовый принт в дизайне и один леопардовый ноготочек будет очень очень у нас интересно смотреться можно также на него нанести какую-то золотую надпись или еще что-то мы сейчас с вами посмотрим может быть ничего не надо потому что все таки леопардовый принт он сам по себе довольно активный чтобы у нас не было перебора да мы не будем усложнять очень сильно итак я покрыла один типс оттенком коко теперь давайте красный подберем красный здесь нужен темноватый темноватый оттенок сейчас мы посмотрим какой именно взять сейчас я возьму палитру где у меня красные оттенки мы сейчас с вами по выкраске посмотрим какой у нас здесь подойдет я думаю вот этот 451 или 454 тоже будет классно смотреться но можно еще знаете как можно бежевый к нему подставить и посмотреть вот все таки по контрастнее наверное будет попраздничнее будет с ярко-красным но мы его используем наверное для другого дизайна хотя сейчас посмотрим может быть ягодный будет лучше я всегда вот так подставляю и смотрю что будет лучше смотреться что будет больше гармонировать друг с другом наверное я все-таки хочу взять вот этот оттенок 454 он потемнее всем привет девочки кто присоединяется 454 мы выбрали оттенок наносим его наносим его можно сделать эти дизайны матовыми можно сделать глянцевыми пусть у нас один с вами будет по крайней мере именно однотонный дальше мы сейчас посмотрим до белый у нас тоже будет здесь присутствовать так вы красили он кстати отлично ладит ложится в один слой и здесь так как у нас в леопардовом принте на nail dress есть тоже такие как бы небольшие под леопард мазочки я здесь тоже вы знаете вот такие от небрежные поставлю в разных направлениях вот таким вот образом я думаю будет достаточно и сушим в лампе так напомню это у нас оттенок коко из коллекции шанель и оттенок номер 360 можно красками это сделать можно любыми лаками которые будут у вас подходить итак следующий тип я хочу выкрасить полностью белым полностью белым это может быть гель-лак это может быть краска у меня это краска альпийский снег всем привет девочки кто присоединяется всем большой большой привет сейчас и кисть почищу почищу так этот тип спусть пока здесь стоит вообще честно говоря хочется сделать эти этот дизайн матовым давайте один сделаем матовым один сделаем глянцем следующий будет у нас глянцы так как там будут присутствовать элементы золотые шарми кончики и так нанесли красочку краску лак без разницы главное нужен белый фон а можно кстати сделать моделирование белым гелем тоже будет здорово до чтобы сократить время работы но для если вы делаете вот именно в таком ключе это лучше конечно чтобы чтобы это был именно плотный оттенок геля и так здесь мы будем делать сейчас темпинг для того чтобы его нанести он кстати очень круто отпечатывается на топ теклас можно конечно липкий слой убрать можно прям на липкий слой но хотя на липкий слой иногда не прилипает и я это делаю на топ теклас я не могу сказать что я супер крутой эксперт по стемпингу я делаю его чистого знаете для добавления к дизайном каким-то поэтому я им работаю так в любительской технике можно так сказать не буду вам говорить что я тут супер эксперт в нем но зато я эксперт в том как сделать из разных элементов очень красивые варианты дизайнов итак белый у нас высох и что мы делаем мы что делаем первых проверяем как он высох он высох хорошо у нас здесь будет стоять слайдер и мы с вами берем слайдер топ и наносим небольшое количество на центральную часть я нанесла и теперь кисточкой чистый обычно это я делаю кисточкой для геля растираю топ слайдер по поверхности сушу в лампе сушу 30 секунд хочется конечно что-то золотое сюда добавить но сейчас с вами посмотрим нужно ли это делать сейчас я возьму один элемент думаю это будет очень даже интересно если здесь будет что-то золотое вот так я думаю сюда классно подойдут вот такие цепочки здесь у нас топ слайдер с вами высох на белом фоне такой простой прям вариант но очень он получится у нас с вами стильно и ставим наш слайдер в центр так топ слайдер кстати я забыла сказать я его нанесла и просушила 30 секунд всем привет девчонки кто присоединяется если есть какие-то вопросы задавайте я пока буду работать с типсами обязательно вам ответь ну смотрите уже прикольно да так сушим слайдер в лампе обязательно не забываем и так здесь у нас будет с вами стемпинг мы можем какие пластины взять мы можем взять две пластины вот у них нет к сожалению номеров поэтому я вам не могу сказать что это за номера вот здесь есть видите здесь вот versace здесь бренда здесь есть такой вот звериный принт здесь у нас как типа тигра в перемешку с какими-то пятнами леопард не леопард ну вот здесь есть леопардовые пятна вот можно взять вот такой вариант я думаю он нам подойдет но в принципе можно пятна взять любые так здесь пока пусть он постоит на сторонке и так и так сейчас и все подготовлю для стемпинга все подготовлю все подготовлены сейчас девочки сооружу так лак для стемпинга черный используем черный лак сейчас я быстренько вот здесь вот сделаю подготовила штамп все подготовилась краску закрою чтобы помнить что тут никуда не делась ну чтож дай бог получится первого раза нанесли быстренько быстренько излишки убрали быстренько перекатом рисуночек собрали но в принципе очень даже хорошо и переносим рисунок и переносим рисунок на наш типс отлично здесь вот еще кусочек маленький смотрите вот такой классный получился рисунок очень замечательно так излишки я беру роликом убираю со штампа так это пока можно убрать в сторону потом почистим больше мне в принципе не нужно здесь никакие делать дополнительные элементы и так смотрите в зону кутикулы я наношу топ теглас небольшое количество можно на всю поверхность нанести если боитесь что краска как-то не так ляжет вот смотрите как будет смотреться в матовом ой вернее в глянцевом варианте но в матовом будет все равно много стильнее сушим в лампе сушим в лампе и мы можем кстати такой элемент добавить например куда-то вот сюда в нижнюю часть допустим тоже нанесла топ теглас и сушу с вами возьмем два вернее один крупный такой элемент вот этот я думаю будет отлично смотреться разрежем его пополам и обе части приклеим и так сюда больше ничего добавлять не хочу чтобы не перегружать нашу композицию так что еще сделал я убрала излишки пленки нал препом это можно сделать и ультра бондом разницы никакой нет действия у них одно и то же и так ну здесь в принципе можно если клиентский вариант мы рассматриваем то слайдер топ я наношу небольшое количество на декорацию и прям растираю по декорации мне нужен очень тонкий слой сушу в лампе сушу в лампе здесь у меня уже все высохло я снимаю сейчас нужно посмотреть какой я снимаю элемент но я думаю вот наверное все таки тот который потолще потоньше давайте вот этот хочется просто что-то золотой сюда добавить можно и без этого можно и так оставить тоже будет здорово смотреться ну вот мне хочется всегда знаете усложнить добавить какой-то нарядный элемент что на новый год всегда хочется чего-то большего что мы делаем на повседневный вариант маникюра да так ну здесь здесь как-то куда мы его поставим да вот сюда я думаю вниз то излишки видите хвостики торчат их обязательно нужно убрать вот так здесь тоже можно шерми кончик покрыть столпом слайдер чтобы он у нас не скололся и но можно поверх поверхность всю покрыть тонким слоем потому что у нас будет матовый топ здесь стоять то подматывая топ нужна под ложечка и для того чтобы на шерми кончик хорошо держался и топ хорошо держался мы сейчас слайдер топ нанесем на всю поверхность и сушим лампе одну минуту если на человеке нам нужен матовый топ это топ бельвет что мы делаем этот типс мы покрываем полностью он у нас уже готов вот сейчас я делаю только три потом хочу посмотреть что можно еще с этими декорациями добавить и как чтобы была гармония какая-то штучка тут залезла и так матовый топ нанесли сушим в лампе всем привет девочки кто присоединяется к прямому эфиру здесь тоже высохла тоже можно нанести матовый топ и на 3 типс тоже можно нанести матовый топ мы с вами делаем новогоднюю композицию вот именно композицию это очень круто работает на продажу ваших услуг да в качестве на дизайна почему потому что клиент когда вы сделали вот например один вот такой ноготь но он не видит как это больше можно еще сочетать тем более с красным да вот как это можно сочетать с красным непонятно поэтому нужна композиция именно тогда вам будет проще клиенту будет проще у вас процесс выбора дизайна будет проходить гораздо быстрее поэтому я всегда рекомендую делать именно композицию вот такой у нас получился милый дизайн здесь смотрите чтобы усложнить мы можем с вами сейчас топ т класс добавить мы можем выделить глянцем некоторые элементы да вот то есть вот эту надпись я бы выделила глянцем будет смотреться очень прикольно берем с вами кисточку сейчас немножечко и привет девочки всем привет доброго времени суток и вот таким вот образом мы берем с вами им можно кстати не все буквы выделись вот можно например только красные тут уже включайте фантазию включайте фантазию потому что смотреться будет здорово по-разному то есть можно только красное выделить глянцем можно только леопардовое выделить глянцем можно вот как я делаю все выделить глянцем то есть смотрите как вам больше нравится экспериментируйте всегда то есть вот например вам дана какая-то идея и вы можете из этой идеи сделать огромное количество вариантов дизайна на самом деле вот идея простая вариантов дизайна может быть много и итак сушим глампи так а здесь мы выделяем аккуратненько нашу цепочку какой новый год без золота правильно же выделяем нашу цепочку ну смотрите как прикольно смотрится так тоже сушим и вот здесь мы тоже нашу цепочку выделяем выделяем так и вот так очень эффектно смотрится кстати не обязательно только в этом дизайне как самостоятельный дизайн тоже имеет место быть ну вот к примеру допустим как они будут у нас с вами идти смотрите как классно до красный бежевый белый я бы еще сделала один белый и один красный один белый один белый ну раз мы используем цепочки давайте тогда еще одну возьмем тоненькую какую-нибудь маленькую наносим белый оттенок можно было бы на это просто остановиться и все остальные сделать например красными чуть не замазала можно кстати с белым френчем скомбинировать если например два ногти можем сделать белым френчем это будет допустим будет большой и указательный как вариант будет очень прикольно смотреться единственное сейчас на типсах это делать на типсах не очень а вот на руках будет совершенно по-другому это выглядеть если особенно красивую форму ногтям придадите то будет вообще там шикарный вариант и ну и что еще один у нас будет просто однотонный он будет у нас просто однотонный оттенок 454 если вы этот оттенок наносите на камуфлирующий гель или на камуфлирующий на камуфлирующую базу гель-лак то достаточно будет одного слоя потому что очень плотный цвет так здесь мы что делаем здесь мы здесь мы нанесем топ слайдер нанесем топ слайдер распределим его практически на всю поверхность сушим 30 секунд лампе так слушаем 30 секунд лампе здесь можно уже покрывать топом вот если бы еще красные надписи были тоже можно было бы объединить было бы очень интересно у вас на самом деле вариантов множество может быть как этот дизайн можно еще сделать и так у нас с вами остались вот такие елки и надпись что мы сделаем мы вот сюда верхнюю часть поставим елки так поставим елки и вот в нижнюю часть поставим надпись так чтобы верхняя часть это верхнее слово у нас было посередине так вот таким образом далее мы сушим чтобы у нас пленка сполимеризовалась топом слайдер а пока мы сушим я сейчас вам все прикреплю на планшетку чтобы вы увидели как будет выглядеть композиция как будет выглядеть композиция располагать тоже можно по-разному можно упростить эту композицию можно усложнить ее тут уже эфир обязательно будет сохранен не переживайте тут уже знаете может быть абсолютно все по-разному допустим так да допустим допустим леопардовый как стоять леопардовый вариант возьмем сюда прицепим то есть тихо местами можно менять чтобы смотреть как можно интереснее расположить я думаю вот так будет самый раз сейчас здесь у нас с вами слайдер подсох мы убираем излишки пленки излишки пленки убрали так и наносим топ т класс где он у меня тут вот она наносим топ т класс так как у нас здесь шарми кончик все будет стоять так нанесли топ т класс сушим его одну минуту чтобы установить шарми кон а здесь я пока прикреплю то есть это будет у нас вариант вот отсюда отсюда можно менять местами видите как получается то сейчас еще один типс доделаем вот наша композиция то есть мы можем менять местами можем вот этот красный сюда поставить да то есть леопард он может идти где-то здесь например с этой стороны быть но два белых ногти они будут конечно же по центру так здесь допустим у нас все высохло я просто хочу немножечко ускориться чтобы успеть ложиться по времени вам все показать и здесь я прям знаете вот прям на елке хочу поставить вот этот элемент вот сюда верхнюю часть вот так наносим топ матовый матовый топ наносим девочки на клиенте обязательно нужно шарми кончики перед матовым топом перекрыть топом слайдер чтобы они у нас чтобы топ с них не скололся так мешает здесь тут жвачка очень классный стильный вариант такого нестандартного новогоднего маникюр да не все же одни шарики снежинки так далее все это делать не здесь мы тоже вот этот золотой элемент выделяем глянцевым топа выделяем глянцевым топа так всем привет кто присоединяется у нас с вами сегодня эфир по новогодним композиция и вот так вот выделили отправляем в лампу можно конечно еще вот эту нижнюю надпись выделить но пусть у нас здесь будет только один элемент глянца чтобы не сливалась сейчас я чуть-чуть подсушу и этот тип с приклею покажу вам как будет выглядеть композиция полностью так итак наша первая композиция смотрите получился вот так очень стильно очень классно можно смотрите без этого элемента или вот без этого или оставить вот эти три остальные сделать красными глянцевыми допустим тоже будет интересно смотреться то есть вариантов множество может быть и так переходим ко второй композиции ко второй композиции тут мы с вами наверное сделаем два очень активных тип со мне очень нравится вот эта машинка очень она мне нравится и как бы я хотела ее использовать наверное у нас будет здесь вариант ногти с эффект с эффектом негатив space нужно примерить то есть часть ногти будет просто голой не закрашивать можно так он конечно узковат для пусть на сделаем сделаем такой вариант итак сначала что нам нужно с вами сделать нам нужно вырезать фрагмент нам нужно вырезать фрагмент вот такой можно примутся снежиночкой и отправляем его на салфетку предварительно смоченную это может быть ватный диск может быть влажная салфетка так машина елка микки маус до машина елка микки маус что мы можем здесь использовать белый фон машины зеленая так вот тут можно подумать здесь может быть низ красный например фон стемпинг ну давайте сделаем что ли как то вот интересно хочется мне вот эту вот этот фрагмент задействовать вот этот и одновременно микки маус и но это если мы подразумеваем что у нас длина приличная до что у нас хватает длины можно елку например вот такую использую тоже будет интересно смотреться клетка елка микки маус так так ну сейчас посмотрим давайте тогда начнем с микки мауса вот с этого вырезаем микки мауса прикольного здесь тоже ну кучу всего можно придумать я вот сидела думаю что можно показать чтобы это прям вот классно смотрелось но на самом деле вариантов огромное количество давайте мы еще одну машинку с вами возьмем такую вот такую вот машинку не например как фон будет вот что-то мне сначала елка в голову пришла наверное ее и надо делать это кстати может быть прям на красном фоне между прочим да и так что нам нужно нам нужно сделать поставить с вами линию до линию вот такой я возьму такой толщины то есть на может быть потоньше может быть потолще зависит от длины ногти на самом деле то есть если вы хотите чтобы но если ноготочек позволяет вы можете сделать линию потом что если это маленькая длина если длина все-таки большая маленькая линия потеряется тонкая и лучше взять большую потолще которой так дальше что мы делаем нам нужно еще один типс еще один типс и здесь мы уже приклеиваем нашу полосочку горизонтально горизонтально так прежде чем приклеить ее совсем я посмотрю ровно или нет вот слегка съехала горизонтально так немножко опять вот так вот съехала а вот она где уходит так 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 допустим ровно вот так здесь возьму поярче красный оттенок и так какой мы с вами возьмем оттенок сейчас мы посмотрим наверное это будет 451 пусть будет такой у нас яркий красный 451 и наносим его вот на этот типс в нижнюю часть ногтя под шермикон то есть наносим встык к шермикону вот так сушим в лампе водички сушим в лампе и вот на этот типс мы с вами наносим тут тоже можно кстати красный с белым объединить но пусть у нас будет один такой ноготочек без белого так нанесли вот таким образом сушим 30 секунд ну здесь пусть тоже не будет будет без белого и так что мы дальше с вами делаем дальше наносим топ слайдер так у нас здесь будут с вами слайдер стоять можно прям вот на всю поверхность сейчас нанести можно не отдельной кистью а прям кистью из флакона так как нам нужно еще и шермикон закрыть но опять же если кистью из флакона наносите смотрите чтобы не сильно жирный слой был топ и слайдер сушим 30 секунд сушим 30 секунд здесь тоже мы наносим топ слайдер тоже на всю поверхность вот таким образом а здесь еще надпись я хотел использовать надпись 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 так допустим вот такую что ли начинаем собирать сначала ставим елочку пусть ее макушечку у нас доходит заходит за шермикон и один бачок уходит наоборот так далее здесь у нас будет с вами микки маус сверху вот таким вот образом располагаться можно по центру а можно слегка сместить его в бок и вот такая вот новогодняя машина зеленая здесь стать еще можно очень классно объединить зеленым оттенком пусть она вот так вот на елку заходит здесь сбоку она идет здесь заходит на елку то есть елочка она у нас идет как фон можно здесь сделать стемпинг все что угодно можно сделать так здесь мы что с вами ставим мы с вами ставим вот такой фрагмент машину по центру ее ставим можно слегка вниз пусть джим и полоска золотая на как бы их разделяет вот так можно оставить будет уже кстати очень здорово суши берем nail prep убираем остатки пленки здесь если есть остатки бумаги голубой у которой у нас был слайдер тоже его убираем аккуратненько так ну и в принципе наносим топ слайдер не обязательно отдельной кисточкой проходимся по всей поверхности по всей поверхности и в лампе суши здесь то же самое я бы конечно хотел сюда в качестве второго цвета добавить еще зеленый оттенок но не принесла что под рукой нету но вы знаете я вам этот вариант сделаю в композиции когда фото буду делать здесь в принципе практически все мы покрываем с вами глянцевым топом то есть вот такой вот вариант очень простой но интересный сейчас еще кое-что добавим здесь так и здесь тоже покрываем топом слайдер тонким тонким слоем сушим в лампе и чтобы хотелось добавить хочется мне добавить им паста немножечко чуть-чуть усложнить вот микки мауса выделим шапочку можно посыпать пудрой акриловой допустим можно так оставить наверное я бы все-таки посыпала акриловой пудрой не можно добавить например такой снежок импровизированный вот смотрите как снежок уже у нас дополняет берем ложечку и посыпаем акриловой пудрой можно не обязательно тут полностью может быть какие-то снежинки частично покроются самое главное шапочку здесь мы с вами тоже покрываем топом слайдер и добавим тоже вот этот снежок мне кстати очень нравится поставили какие-то точки казалось бы но не так классно дополняет вот вроде бы в них ничего нет особенного не проще простого делаются но и всегда очень хорошо дополняют так ну и один типс у нас здесь будет с вами просто красный просто 451 оттенок и один потом я уже на композиции сделаю на фото общем он будет зеленым потому что сюда сюда тоже добавляем несколько прям вот снежиночек где-то можно снежиночку пожирнее сделать где-то потоньше можно такие небрежные но чтобы они все равно были кругленькие так можно датсом сделать если вас кистью не получается именно кругленькие такие снежиночки сделать то есть можно сделать датсом вот немножко добавили смотрите как уже все заиграла до не уронить бы и здесь тоже вот так вот прям слегонца посыпали и отправляем в лампу сушиться отправляем сушиться в лампу эта композиция у нас в глянцевых оттенках то на глянце под глянцевым топом также можно матовым сделать но с вами матовая одна сегодня уже есть пусть одна будет глянце покрываю топом теглас или можно топом ультрашайн если вы работаете с гелевым моделированием если вы в жестких системах работаете то что топ ультрашайн он не подходит нас для работы с мягкими системами гель-лак вот такая одна композиция попроще на так что такое случилось понятно так все съем про труд тут я тут делаю не так взяла топом акриловой пудрой посыпала сейчас ее сотру снизу вот такой красивый нас получился микки маус странно хотя я сушила вот очень очень просится сюда зеленый типс а еще знаете я бы как сделала например у нас елка видите с вами в клетку я бы еще один тип сделал просто белый в клетку и может быть какой-то золотой надпись может елочку там какую-то или еще что то но как вариант опять же тут повторюсь может быть множество вариантов и так здесь еще у нас зеленые типсы да допустим и вот такой простой вариант дизайна получается но очень классный для нового года и стильный и так девочки буду сохранять эфир спасибо большое всем кто присутствовал кто смотрел всем пока